Всем доброго времени суток! Севка стоит на балконе и желает своим куколкам доброго утра. Оно там в трусиках. Ну вот пусть куколки отвечают на подобное приветствие. На балконе в трусах крутится и оно не фрик. Ни разу не фрик. Говорит Севка, 95% его зрителей знают его как порядочного, доброго и умного человека. Поменьше Зиновьеву читал бы «Льстивую лису» и ей подобных. Был бы иного мнения о себе. Немножко спустился бы с небес на грешную землю. Ну это же обычное дело, понимаете, жить в центре города и выходить на балкон в нижнем белье. А иногда и без него. Ну это в порядке вещей. Нет, так фрики не делают. Так поступают в понимании Севки обычные нормальные граждане. Поздороваться с чокнутыми фанатками. Это прежде всего к стенерылке относится. Она любит в трусы позаглядывать. И не только к Севке. Она заглядывает и к Коле. Она заглядывает и к Эдику. Когда они поехали отдыхать на море, она с удовольствием этим занималась. К любому, кого Севка показывает в своих видео. Ну что сказать. Озабоченная баба. Ей прислали запись, на которой Севка играет со своим змеёнышем. Так она налюбоваться не может. Вышла в трансляцию с обслюнявленным телефоном. Такая бомба, девочки! Такое видео ей прислали! И чуть слюной не захлебнулась. Ну, видимо, вспомнила то, что она видела на этом видео. Видела бы она его раньше, сто процентов. Она бы с Севкой ругаться не стала бы. А вдруг? После интервью. Ну, чем чёрт не шутит, пока Коли нет рядом. Всякое ведь могло получиться. Балкон чистый. Сам Севка покупанный. Вот то, что для людей обычное дело, для него это событие вселенского масштаба. Вот прям как мама чистенький. Ну, я тогда представляю, как он хорошо вымылся. Кстати, ТВ такая же. Искупается и тут же говорит. Сынок, смотри, я покупалась, волосики вымыл. О чём это говорит? Они же не гордятся тем, что они проснулись правильно. Они воспринимают это как само собой разумеющееся. Но стоит им только принять душ, так они сразу начинают этим хвастаться. Потому что для них это не вполне привычное занятие. Стоит Севка на балконе, отрывая засохшие цветочки. И радуется. Там в клеточке Томас на солнышке лежит, которую Виталик сделал. Вот, к слову сказать, Виталик и его жена лично на меня они произвели приятное впечатление. Сколько раз он их показывал, даже малейшего отторжения не было. Красивый дом, трудолюбивые люди. В целом, приятная пара. У Виталика видно по видео, что мужская работа по дому сделана. У жены там тоже везде порядок во всём. Но вернёмся к котику. Солнечные ванны это, конечно же, хорошо, но сидеть и нюхать вот этот копоть, выхлопные газы, городской смог, ну, та ещё польза. Центр города делать бы деловой частью, а жить надо за городом, на свежем воздухе. Вот там и коту, и человеку было бы действительно полезнее подышать. А тут лежит кот и дышит вот этим вот смрадом. Далее Севка говорит. Окрошка у него получилась самая вкусная. Чеснок и горчица не испортили вкус. Сожрали, говорит, всё. Так ненасытники и будут жрать всё. У них расстройство желудка после его блюд. Но они продолжают есть. Отказаться нельзя. Благодетель обидится. И тогда придётся вообще садиться на голодный паёк. Поэтому они будут хвалить и будут есть. Всё какую-то песню Севка подскуливает, как сучка на перелазе на французском. Я не могу припомнить, чтобы хоть одна песня в его исполнении вызывала у меня приступ тошноты. Реально. Вот сейчас без шуток и без преувеличения, что типа, ой, меня там от этого тошнит. Нет, реально я начинаю чувствовать, что в желудке что-то там взыгрывает. И вот начинается тошнота. Вот мне либо нравится его песня, либо не нравится. Но вот от этого исполнения реально тошнит. Как он типа поёт, это же рвотный порошок. Вот для моих ушей вот именно вот так. Вот эти имена. Ну вот оно как-то... Если бы он вот это вот не делал бы... Вот как... Я, знаете, даже вот сейчас начинаю сама повторять. Мне вот это воспроизводится в ушах. И меня начинает опять вот от этого тошнить. Часто мне зрители пишут, что их тошнит от его пения. Ну, если многие песни Севки вы слышите так, как я слышу конкретно эту песню, и они вызывают у вас тошноту, тогда я вас очень хорошо понимаю. Это же ужас ужасный. Кто из зрителей, ну, более или менее воспринимающих исполнение Севки, как вам эта песня заходит? Вам нормально? Или тоже, знаете, какое-то отторжение именно от вот того, что он не просто там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а он а-а-а-а-а-а... Вот это что это? Почему надо петь именно вот так вот паршиво? Севка говорит, ничего-ничего. Смейтесь, смейтесь. А он будет и петь, и песни эстрадные записывать. Господи, боже мой. И еще клип запишет. А я даже знаю, кто будет сниматься в этом клипе. Танька красавица. Его обновленная Надя Галатея. И, конечно же, колясик. А как же без него? Это же лучшая Севки наполовину. И тем более, он же красавчик. Ходит качаться в тренажерный зал. Ему есть что показать. Себя, свое тренированное тельце во всей красе. Интересно, он качельки после себя сам убирает? Или все-таки персонал это делает? Потому что, когда смотришь на колясико, невозможно представить, что он действительно ходит куда-то тренироваться. К Антону уже не едут. Все, 7 пьяниц на неделе. Юля не может. У Нади вдруг трубки забьются. Риск. А Надюше рисковать он не будет. Она слишком дорого ему обошлась. Он с нее теперь только пылинки будет сдувать. Ну и мамой рисковать он тоже не намерен. Сахар. От за кого не стоит переживать, так это за ТВшку ее сахар. У нее 25, ей пофигу мороз. Сидит. А я не чувствую. А мне нормально и хорошо. Она бы еще тортика сверху бахнула бы. И вообще почувствовала бы себя прекрасно. А сам он не поедет. Ну да. Король без свита. Это ж обычный смертный. Он отвык. Как это ехать без придворной своей шушеры? Он же ни больше ни меньше, как заявил в этом видео. Севка достопримечательность города. Люди проходят и любуются его котиком, цветком. А счастливчики и севкой в трусах. Ну или без. Вот это вообще везение. Повезло так повезло. Вот это понты рябиновые. Как они с мамашкой любят себя расхваливать? Они самые образованные. Они самые начитанные. Они самые красивые. Они самые покупанные. И не надо хихикать. Чего вы смеетесь? Завидуете, да? Вот и смеетесь. Все вокруг уроды бестолковые. А вот они... В этом сериале только коты смотрибельные. И всегда выглядят достойно. Даже сайгак. Кличка дурацкая, а котик мне нравится. Животное есть животное. Я их всех люблю. Я наоборот подбираю с улицы каких-то увечных и некрасивых. Они никому не нужны. Хорошенькую собачку или котеночка еще могут взять. А больного увечного это уже единицы. Скорее добьют, чтобы не мучился. Севка кормит котика и говорит, посмотрел он в инстаграм, оказывается у Томаса синдром усталости усов. Из глубокой мисочки Томас вытаскивает еду и ест на полу. Он говорит, посмотрите, видите, набросанные там кусочки мяса от котлеты. Это все потому, что усики задевали края и причиняли ему дискомфорт. Он положил в блюдце и кот еду не вытащил. Моя вытаскивает хоть как. Еще и тащит на диван все это кушать. Она не хочет, видите ли, это все есть вот так вот, сидя на полу. Стоит продевать, она кусок мяса влепит на покрывало. Мы старый диван поставили в коридор. Ну как старый? Тот, который был до покупки нового. Но он нормальный диван. Наверное, я уже буду скоро говорить, был. Она его точно угробит. Его срочно надо тащить на второй этаж. Но там горы наших вещей. Нам мебель делают. Девять шкафов. Я надеюсь, не сегодня, а завтра они уже будут готовы и их привезут. Уже мастер скидывал фото мне ручек на выбор. Мы вообще всю мебель, я говорила, мы делаем на заказ. Потому что невозможно нам купить именно прийти в магазин и взять то, что нам нужно. У нас свои размеры, своя комплектация. Поэтому мы это все заказом. Тем более, есть возможность выбрать материал, отделку. В частности, ручки тоже. В зале, как раз напротив дивана, у нас будет большой угловой шкаф. И там еще полки по обоим краям вот этой вот мебели. Не знаю, видели вы, нет. Ну, скорее всего, видели. Почему бы и нет? Сейчас полным-полно такой вот мебели. Но в продаже у нас такого нет. Я это видела только в интернете. Вот именно, скажем, для больших комнат вот такие вот штуки делают. Ну и размеры у этих вот, этой мебели у нас будет, ну, точно, короче, как шкаф. Четыре на три, но только белого цвета. Там с небольшими такими полосками серого. Как эффект дождя. У нас обои такие белые с серебряными нитями. Ну и мебель будет такая же. Как установят, все вещи перетащим. Ну и уберем, наконец-то, диван. Спрячем от киски. А киса пусть лежит, ну, тоже на мягком кухонном уголке. Все, говорит севка. Хватит позировать. Кто им успел полюбоваться, тот успел. А остальные просто неудачники. И пусть они плачут, что они не успеют. Кстати, стоял он на балконе, проезжал к этой машине и по сигнале. Ну, там, представляете, целая куча машин. Естественно, все там друг другу сигналят. Но севка почему-то решил, что сигналят только ему. Он даже поздоровался. Говорит, здравствуйте, да, привет. Представляете, да? Какие понты в самом деле он считает, что его конкретно приветствуют. Хорошо жить в центре. Там постоянно кто-то кому-то сигналит. А севка считает, что это все исключительно ему относится. Что-то я как-то не видела толпы обожателей под его балконом. Никогда он жил на планетной, никогда вот он живет здесь сейчас. Но не важно. Это совершенно не важно. Главное, что по сигнале. Пошел севка в туалет. Сидит просто такой, как три копейки. Снимает. Как кот ему мешает делать важные дела. Наде нет, мамы нет. Ну, хотя бы кот есть. Вот все видео практически это кот и вывез. Животные, конечно, это беспроигрышный контент. Их многие любят. Поэтому севка отлично это понимает. И когда нет никого из людей, прекрасно на замену им приходит котик. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok